Здравствуйте! Сегодня с вами я, Фёдор Трусов. Накануне в рамках уголовного дела в отношении заместителя генерального директора Аэрофлота были отправлены под стражу два адвоката – Дина Кивиц и Александр Сливко. Следственным комитетом России расследуется уголовное дело о хищении денежных средств компании Аэрофлот, возбужденная по материалам ФСБ России. Четверым фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве. Это заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Аэрофлота Владимир Александров, бывший директор юридического департамента компании Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибиц. По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой, Сливко и Кибиц, заключил с названными адвокатами четыре договора на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по этим контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента Аэрофлота. Во исполнение договора в период с 2016 по 2018 годы Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллеги адвокатов не менее 250 миллионов рублей на основании подготовленных Сливко и Кибиц, актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Таким образом, действиями обвиняемых был причинен ущерб Аэрофлоту на указанную сумму. Наглое, циничное заключение под стражу двух адвокатов мы обсудим с нашим гостем Георгием Волковым, членом общественной наблюдательной комиссии города Москвы. 2 октября в рамках уголовного дела в отношении заместителя и генерального директора Аэрофлота Александрова были отправлены под стражу два адвоката. По совершенно, как я считаю, надуманному основанию, якобы завышенные гонорары, совершенно, на мой взгляд, ужасная история. Вы, как член общественной наблюдательной комиссии, как прокомментируете? Мое личное мнение, вообще, в принципе, даже без относительно этого вопроса, что любой гражданин, который обвиняется в совершении ненасильственных преступлений, к нему не должна быть примененная мера, связанная с лежением свободы. К сожалению, у нас периодически в государстве этот инструмент используется как инструмент давления. Просто складывается ужасная ситуация, что каждые несколько месяцев у нас того или иного адвоката отправляют под стражу в связи с тем, что он якобы совершил преступление, связанное с завышением гонораров. Это абсолютно абсурдное обвинение, явно, что это должно рассматриваться в гражданском правовом поле, но никак не с помощью уголовных институтов. Александр Сливко, Дина Кибец, настоящий вон, это оказалось в СИЗО, будучи обвинённый в том, что явно не может быть состава преступления. Вот вы, как член общественной наблюдательной комиссии, считаете, что в следствии чего это? Передел влияния у правоохранителей, либо же просто к адвокатам пришли, как к последнему оплоту правозащиты. Моё мнение, что в этом вопросе должно всё-таки разобраться следствие, но меры пресечения, связанные с лишением свободы, я считаю, это перегиб. Потому что можно было взять подписку о невыезде, на крайний, на самый жёсткий случай. Можно было бы избрать домашний арест, но помещение в СИЗО, по моему мнению, это... По такому делу? Да, именно в этом вопросе. И ведь грустно то, что, глядя на судебный процесс, глядя на впечатление, что никто никого не слушает. Просто вот следствие хочет, следствие получает стражу. Если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Ситуацию с помещением под стражу двух адвокатов решили обсудить с партнёром Адвокатского бюро города Москвы Еленой Станкевич. В данном случае поражает то, что статья 108 Уголовно-процессуального кодекса, в которой речь идёт о заключении под стражу на предварительном следствии, используется и органами следствия, и судом, в качестве палки и в качестве, в общем-то, способа вымогать какие-то показания. Особенно возмутительно, когда эта статья используется в отношении адвокатов, это, по сути, плевок в сторону адвокатуры. Мы, к сожалению, уже привыкли к тому, что наших клиентов-предпринимателей заключают под стражу без каких-либо оснований, для того, чтобы они подписали какие-то документы, по сути, оказывая на них давление. Но когда такое же давление оказывается на адвокатов, это уже откусывается такой кусок от самого понятия правового государства. Осталось ещё правовое государство, если от него такого же кусока откусили? Ну, сильно покусанное со всех сторон. И получается, что, на мой взгляд, у нас вот эта уголовно-правовая машина, она пробует границы, она пытается их сейчас ещё больше сократить для правового государства и расширить для себя. В общем-то, наличие свободной независимой адвокатуры – это гарантия для людей, что их права будут защищены. Так адвокаты же в СИЗО теперь помещают вместе с доверителем. Вот об этом и речь. Что ещё меньше у нас гарантий, ещё меньше у нас прав. А вылезли права? И конституционные права этим самым тоже нарушаются. Данное уголовное дело поражает не только своим цинизмом. Состав преступления высадан из пальца. Нет, в данном случае речь идёт о том, что со стороны государства, со стороны его карательных механизмов идёт неприкрытое давление, шантаж в отношении адвокатского сообщества. И с этим смириться нельзя. Нельзя.